Есть такое понятие технический анализ. Соответственно, в рамках технического анализа есть определенные паттерны, которые люди считают, что они работают в 100% случаев адепты технического анализа, когда они смотрят на уровни цен, когда они смотрят на объемы торгов, когда они смотрят на опережающие индикаторы перекупленности, перепроданности компании. И в этом случае получается, что если там формируются какие-то определенные паттерны, и в большинстве своем это наблюдается на моей практике. Технический анализ, можно говорить о том, что он работает только в высоколиквидных бумагах. То есть, если компания не ликвидна, если по компании не очень высокие обороты, то в этом случае, даже на моей практике, я знаю, что ко мне лично приходил человек, он говорит, слушай, мне нужно следующее, я хочу открыть два брокерских счета, я хочу выставлять заявки в рынок, чтобы, соответственно, в рынке они появлялись, покупать на другое лицо, и чтобы вы гарантировали, что сделки будут, с одной стороны, появляться в рынке, а с другой стороны, они будут проходить только между вот этими заинтересованными сторонами. Я говорю, вы понимаете, о чем вы сейчас говорите, да? То есть, фактически, вы сейчас говорите о манипуляции ценой. То есть, человек хотел, чтобы изменение цены было отображено в торговых терминалах у всех участников, у кого открыты брокерские счета на ММВБ, но сами сделки проходили только через них. То есть, это манипуляция. И если мы говорим о какой-нибудь компании, которая неликвидная, то есть, ну, не знаю, объемы торгов по этой компании составляют, там, 10-20 миллионов рублей в день, то человек в этом случае может завести, там, 1 миллион рублей, даже 500 тысяч, если у него есть гарантированное исполнение между заинтересованными сторонами, он может поставить заявку, я хочу продать на 50% дороже, чем последняя сделка. И эта сделка проходит между мной. Я из одного кармана переложил, но это все увидели, да? То есть, такие, оба, а что это за акция, которая на 50% стрельнула? Такие, ну, ладно, случайность. Потом, хоп, вторая сделка проходит, еще плюс 10%. Хоп, люди начинают напрягаться, потому что сторожки какие-то стоят, да, там, у торговых роботов. Мы отказали в открытии брокерского счета, но в дальнейшем я просто уточнил, там, удалось, не удалось. Он говорит, да, получилось. То есть, история связана с тем, что в чем идея такого рода, ну, то есть, в любом случае, это манипуляция ценами, это не фундаментально чем-то объяснено. Отсюда, так как прикрутили и начали на это наказывать контролирующие органы, да, и ФКЦБ, и ФСФР, и Центральный банк, то сейчас есть немножко другие истории, они переродились там в какие-то каналы, где происходит разгон, люди начинают рисовать на малоликвидных акциях. Рисуются определенные каналы и говорят, о, сейчас ракета будет, да? Соответственно, люди подписываются на эти каналы, начинают попадать в эти ракеты и сначала смотрят, да? Раз, два, три, по-такому, о, сейчас надо поучаствовать. И об них разгружаются, потому что технический анализ, условия работы технического анализа, он должен всегда подкрепляться объемами. Когда вы видите компанию, у которой там в течение дня прошел оборот, не знаю, там, до 20-50 миллионов рублей, и вдруг там ракета в ней рисуется, эту ракету на самом деле достаточно легко разогнать, потому что и графики все эти очень легко нарисовать, да? То есть очень легко нарисовать небольшими объемами. И поэтому получается, что цена действительно может вырасти, но нужно понимать, что в большинстве своем люди, которые подписаны на каналы, которые не занимаются профессиональным трейдингом, они просто являются вот этим последним дураком, от которого закрываются. Обычно это выглядит следующим образом. Даем совет, вот эта вот акция, она там на 50% может вырасти. То есть компания вырастает там на 45%, потом идет откат процентов 20, и человек так, не успел пословить, а там же цена 50, да? Вот сейчас я возьму, куплю, и все, и вниз, да? То есть это некие такие махинации, поэтому я всегда стараюсь, даже если я покупаю что-либо неликвидное, для меня ключевым является момент финансовых показателей этих компаний. Вне зависимости от того, что в моменте может происходить с ценой, я покупаю будущие потоки. Если мне нравится, что с операционной прибылью, с выручкой, с чистой прибылью, с рентабельностью капитала, с дивидендами, размерами дивидендных выплат, то вот это является для меня ключевым. И здесь тогда сравниваем с рынком. Но опять же, можно дисконтировать будущие денежные потоки, а ориентир такой самый простой, который можно назвать. Если у компании ее цена-прибыль при прочих равных условиях ниже среднего значения показателя цена-прибыль для российского рынка, сейчас он составляет 6,2, то есть если показатель ниже, не покупать. Надо посмотреть, почему он ниже, что является причиной, что происходит с прибылью компании и выручкой в последнее время. И тогда понимать вот это вот соотношение. Условно, если есть компания, у которой этот показатель 1,8, пойми, почему этот показатель 1,8, потому что он должен прийти к среднему значению. А чтобы прийти к среднему значению, нужно 300% сделать. И тогда принимай решение.